Здравствуйте! Снова с вами Виктор Кривенников, практический психолог из Алматы. Сегодня я хочу поговорить о такой теме, как роль психолога, базовая роль психолога. Кто такие психологи, откуда они вышли, чем занимается практический психолог. С исторической точки зрения, получается так, что роль психолога была разбросана в разных других ролях, которые существовали в обществе. Например, частично роль психолога выполнял шаман. А кто такой был шаман? Он отвечал человеку на его вопросы, он, если надо, лечил его, он, если надо, изгонял злых духов, болезни какие-то, привлекал удачу, вселял уверенность в человека, что все с ним будет хорошо. То есть психология частично вышла из эзотерических практик, например, из шаманизма. Также психология частично вышла из такого направления, близкого к шаманизму, это целители, это предшественники врачей. И врачи тоже считаются частично психологами. Потому что когда человек болел, он страдал, он переставал верить в себя, нужно было вылечить не только его тело, но и его душу. И, конечно же, есть такие явления, которые мы называем психосоматика. Психосоматические нарушения – это когда из-за каких-то эмоциональных переживаний у человека происходит сбой в его физиологии. И поэтому, когда лечат тело, душу тоже частично или прямо и косвенно исцеляют. Поэтому врачи тоже являются такими психологами, которые работали с населением. Также с людьми очень много работали различные священнослужители. Когда человек приходил к священнику, исцелялся из-за того, что он изливал свою душу. Потому что когда он проговаривал какие-то обиды, то, что его гнитет, какие-то внутренние конфликты, он исцелялся. И когда священник, например, одел какой-то обряд и говорил, что отпускают тебе какие-то грехи, еще что-то, это тоже давало облегчение душевное, а значит и физиологическое. Человеку становилось хорошо. То есть священники были и остаются тоже очень хорошими психологами, потому что они должны уметь разбираться во всех жизненных ситуациях. Уметь отвечать на вопросы людей, поддерживать их, наставлять их. Поэтому частичная психология вышла и из религии. Также одним из предков психологии является педагогика. Педагогика – это такая наука об обучении, образовании, о воспитании. Педагогика показала, что можно формировать характер через привычки, через правильное понимание, что хорошо, что плохо. И элементы воспитания, скажем, тоже были встроены как психология в педагогику. Поэтому педагогика тоже является частью психологии. Описывая наших предков, практически психологов, очень хочется отдельно отметить философов. Потому что философы – это были такие люди, которые совмещали в себе все предыдущие формы, о которых я говорил, и они создавали карту мира. Они создавали представление о том, как устроено, как все между собой взаимодействует. Поэтому о психологии тоже достаточно много философии. И в разных видах психологии, соответственно, содержится разная философия, разное представление о мире, об устройстве человека и как мы во всем этом живем и взаимодействуем. В современном формате добавились такие дисциплины, как физика. А физика помогла объяснить с точки зрения физических процессов работу нашего мозга. Например, ритмы мозга, те волны альфа, бета, гамма, дельта, тета, ритмы, другие ритмы, которые мы испускаем, что психика – это не просто какая-то абстракция, это есть определенная физика, это какая-то материя, которую, может быть, мы до конца еще не изучили, но тоже внесли свой вклад в понимание науки и психологии, и то, что с этим делать, как с этим работать. Говоря о научном направлении, хочется добавить еще биохимиков, которые очень хорошо описали процесс, например, работы гормонального аппарата, что как гормоны влияют на наше состояние, на наше настроение, можем ли мы сознательно вызывать у себя те или иные ассоциации, эмоции, через какие-то воспоминания, через какие-то фантазии, то есть насколько мы можем влиять на этот процесс, используя свою биохимию для трансформации. Поэтому современный психолог, он тоже должен понимать биохимические хотя бы общие базовые процессы, чтобы хорошо работать с людьми. Конечно же, хочется отметить такую науку, как математика. Казалось бы, при чем тут психология и математика, но психология, когда стала наукой, она потребовала подтверждений научно доказанных, статистически проверенных фактов, и математика смогла посчитать в процентах какие-то доли вероятности, возможностей, подтвердить, что это действительно тот или иной феномен существует. И психолог должен наблюдать за какими-то феноменами у клиентов, и если они повторяются у того или иного клиента, это тоже должно быть подсказкой, что надо на это обращать внимание и с этим что-то делать. И современным хочется добавить еще такую науку, как управление людьми, персоналом, организацией, например. Это тоже практическая психология. Как мы можем влиять на другого человека? А какие есть методы, например, стимулировать его, повышать мотивацию? И поэтому хороший психолог тоже должен не то чтобы владеть, но хотя бы понимать методы воздействия на психику сознания и подсознания человечества. Важно еще отметить психиатрию. Хоть это и часть медицины, но мы выделяем ее отдельное направление. То есть понимать, что является нормой психического здоровья, что уже на грани, является на границе этого, что является уже нарушением, то есть психической болезнью. И мы тоже должны уметь ориентироваться во всем этом. Представляете, сколько сфер должен знать практический психолог, чтобы понимать, системно подходить человеку. Поэтому практическая психология это не просто очень важная наука, но это еще очень интересное направление, которое сочетает в себе очень много полезных системных знаний, и которые заставляют нас в хорошем смысле этого слова постоянно развиваться и совершенствоваться. Чтобы быть хорошим практическим психологом, важно понимать такую вещь, что наш мозг является и социальным, и эмоциональным. Что это означает? Что нам, хотим мы этого или нет, нужен другой человек. А о чем это говорит? Что даже самому лучшему чемпиону мира все равно нужен тренер, который бы направлял этого чемпиона, который бы вдохновлял его, поддерживал, стимулировал. То есть мы так устроены, что мы социальные существа. Нам тяжело быть без другого человека. Поэтому для некоторых людей самое страшное это оказаться где-то в одиночной камере или где-то на необитаемом острове, потому что нам другой человек нужен для психического здоровья, для хорошего самочувствия. А в жизни как это еще происходит? Жена может подсказывать мужу, как лучше сделать друг другу, родитель ребенку. То есть нам нужен другой человек для того, чтобы хорошо себя чувствовать, чтобы быть в форме, быть психически здоровым. И психолог как раз таки выполняет такую роль. Он вступает в диалог с нашим клиентом и помогает ему через контакт, через общение меняться, совершенствоваться. Как я уже сказал, мы эмоциональные существа. Эмоции у нас очень сильно развиваются по сравнению с животными. Мы их учимся осознавать, понимать, управлять ими, заниматься саморегуляцией. Так вот, что важно в психотерапии, в практической психологии? Очень важно совместное проживание тех или иных ситуаций. Когда психолог просит рассказать клиенту о том, что с ним было, какие-то стрессы, какие-то психотравмирующие ситуации, мы это делаем не только из праздного любопытства, хотя нам, может быть, это и очень интересно, да? Мы это делаем для того, чтобы клиент начал проживать эти чувства, проживать вместе с нами. Мы тоже эмоционально откликаемся на переживания человека. Мы вовлекаемся, мы вместе с ним проживаем его ситуацию. И вместе нам это сделать легче. Это и говорит о том, что наш мозг, он и социальный, и эмоциональный. И психолог, он очень хорошо встраивается в эту систему. И иногда без другого человека, без психолога это невозможно сделать. Если человек уже сам не справляется со своими болезнями, со своими неврозами или другими состояниями, обязательно нужно пойти к профессионалу, который поможет это сделать. Раньше я сказал, что одиночество это страшно для человека, потому что мы социальные существа. И психологам всегда было интересно, как, например, человек, который живет в миллионном городе, чувствует себя одиноким. Понятно, если бы он был где-то на небитаемом острове, где нет никого, мог бы там чувствовать себя одиноким. Но среди людей, когда есть соседи, есть родственники, есть коллеги, друзья, близкие люди, он почему-то умудряется чувствовать себя одиноким. В некоторых видах психотерапии это объясняется так, что человек сам отворачивается от общества. То есть его какая-то часть детская, например, обиделась на что-то. И как ребенок, который говорит, все, я с вами больше не играю, я вас знать больше не хочу, он сам какой-то частью себя отворачивается от этого общества. И тогда, для чего нужен психолог в этих ситуациях? Чтобы помочь человеку справиться с одиночеством, нужно постучаться к этому обиженному ребенку, поговорить с ним, что с ним случилось, кто его обидел, на что он обижается, поддержать его, помочь ему опять развернуться к миру. Потому что, когда мы в контакте с миром, тогда мы можем быть по-настоящему успешными, счастливыми, у которых все хорошо. Психолог выполняет еще одну очень важную такую функцию, он является как бы зеркалом для своего клиента, неким отражением, которое дает обратную связь. Бывает, клиент где-то запутался в своих мыслях, утонул где-то в своих переживаниях, и он немножко уже неадекватно воспринимает реальность, которая внутри него, которая снаружи него. А психолог, как некий объективный фактор, мы надеемся, что объективный, потому что, в любом случае, это тоже субъективный взгляд человека, он помогает по-другому взглянуть на ситуацию жизненного человека, на него самого. Поэтому очень важно, чтобы это было такое правильное отражение, где-то дружеское, где-то с поддержкой, которая может подсказать, где выход. Потому что клиент бывает настолько запутался, что ему кажется, что все, уже выхода нет, у него нейтральное восприятие, поэтому психолог – это тот, кто дает мощную обратную связь клиенту, которая помогает ему меняться. А для этого психолог должен уметь наблюдать, подмечать какие-то нюансы клиента и своевременно выводить это на осознавание, какие-то механизмы защитные, реакции какие-то, и работать с этим. Также клиент нуждается очень сильно в поддержке. Когда у него стрессы, он часто теряет себя, перестает верить в себя, становится таким слабым, ему не хватает поддержки эмоциональной, в каком-то смысле такой энергетической. И психолог – это тот человек, на который можно временно переться, временно получить опору. У меня здесь приходит метафора проводника в горах, или где-то в пустыне, или где-то в джунглях. Кто такой проводник? Это не тот, кто на себе тащит этого путешественника, этого исследователя, а он помогает ему пройти через это все. Понимаете? Вот психолог, он становится таким мощным проводником, который может вывести человека из этих джунглей, его переживаний, перевести его через опасные перевалы, в хорошее место, где будет хорошо. Наша человеческая душа – это очень хитрая штука такая. Она, с одной стороны, очень крепкая. Человек может выжить в войне, через всякие эпидемии, пройти через всякие ужасы, при этом сохраниться. Это, с одной стороны, психика очень крепкая у нас, очень устойчивая, мощная, такая железобетонная. А с другой стороны, она очень нежная и очень ранимая. Поэтому какое-то слово, какой-то взгляд, какое-то событие может очень сильно ранить человека, нанести психологическую травму ему. И поэтому мы должны понимать вот эти особенности психики, и силу ее, и слабости ее. И бывает, что от этих стрессов в душе происходят расколы человека. И часть его души, часть его каких-то качеств, как будто убегает от человека, откалывается от него. Мы называем это потерять часть души, или диссоциация внутренней личности. И человеку очень сложно это понять. Почему нужен психолог, который бы разглядел это состояние разобранности человека внутренней, и помог бы ему найти самого себя, сделать опись тех частей, которые он потерял связь с ними, найти их, вернуть, помочь человеку стать целостным. А если человек не занимался саморегуляцией, если он не знает, как это все устроено, он часто сам не в состоянии это сделать. А иногда, даже если знает, у него не хватает внутренних ресурсов. Поэтому мы, психологи, ходим к своим психологам. Потому что, если у нас есть какие-то травмы, переживания, мы понимаем, что мы такие же люди, как все остальные, и идем работать к другому человеку, к своему психологу. Поэтому психолог нужен всем, даже самому психологу. И часто меня спрашивают, а чем отличается работа психолога от работы других специалистов? Или когда надо совместно работать с другими специалистами? Здесь я хотел бы тоже немножко уделить внимание этому вопросу. Например, есть такие интересные специалисты, как врачи-психотерапевты и врачи-психиатры. Они тоже работают психикой человека, но работают немножко по-другому. Если у человека, например, какой-то тяжелый невроз или психоз, понятно, что там нужна уже медикаментозная лечение, терапия, может быть даже госпитализация в некоторых случаях. И психолог тоже может сталкиваться с какими-то клиентами, которым нужна психотерапевтическая помощь. Например, если у человека сильное, глубокое, депрессивное состояние, он должен по-хорошему ходить и психологу прорабатывать свои переживания, и желательно ему сходить на прием психиатру или психотерапевту, чтобы подобрали медикаментозное лечение какие-нибудь хорошие современные антидепрессанты. Мы как бы и работе мозга помогаем, и психике. Вместе это дает хороший результат. При панических атаках, тоже очень серьезных, когда сильные приступы, человеку трудно с этим жить, тоже желательно обратиться за медикаментозным лечением. То есть мы делаем это параллельно. То есть психолог должен сотрудничать с психиатрами и психотерапевтами. Также иногда психолог должен совместно работать, например, с наркологами. Или отправить своего клиента к наркологу. Если, например, ко мне обратился клиент, у которого наркотическая зависимость или алкоголизм, а я с этим не работаю, я, естественно, должен тогда для него полностью отправить к наркологу или совместно работать с наркологом. То есть есть сферы, где нам просто необходимы специалисты смежных специальностей. Это не про то, что я там всемогущий или ничего не могу еще, нет. Это про то, что каждый должен делать свой, скажем, свой участок работы прорабатывать, свой участок психики, свою часть работы. Мы не можем все делать, нам это и не надо. Психолог должен четко понимать, с кем и с чем он работает. Конечно, психологу нужен еще и врач. Многообычный терапевт, кардиолог, может быть, нервопатолог. То есть с некоторыми, когда у человека острое какое-то состояние, не надо думать, что это психосоматика, мы в первую очередь должны исключить опасность какого-то криза, какого-то мощного кризиса на уровне тела, организма. Мы должны это исключить. Если у человека болит сердце, мы должны в первую очередь его направить к кардиологу. То есть мы должны исключить опасность какого-то такого инфаркта, какого-то кризиса, который может повлиять на жизнь человека. Психолог больше работает уже с хроническими, с более спокойными состояниями. Можно работать параллельно, но в первую очередь надо исключить медицинскую опасность. В некоторых случаях нужен теолог, когда человек не может найти себя, смысл жизни. Иногда помогает встреча с духовными наставниками, изучение религий, вообще понимание, что есть что-то большее, чем человек, и связь с этим. И когда люди находят себя, они часто чувствуют себя лучше, под защитой. Это тоже дает хорошую психологическую помощь. И хорошо, когда психолог в этом разбирается. Не обязательно быть прям суперспециалистом в каких-то конкретных религиях, или в каких-то духовных практиках, но общее представление об этом иметь – это полезно. В целом, если подводить какой-то итог всему вышесказанному, я просто хочу перечислить, чем занимается, собственно говоря, психолог. Он вступает в контакт с клиентом, потому что контакт сам по себе целебный. Через контакт мы узнаем историю клиента, мы изучаем его переживания, его мысли, мы заглядываем в самые удаленные уголки его души, находим какие-то психологические травмы, которые он сам от себя спрятал, и помогаем прожить это все, осознать, вытащить на поверхность, поменять к этому отношения. Психолог дает очень мощную поддержку клиенту, дает обратную связь, помогает найти правильные решения в каких-то трудных ситуациях, помогает поверить в себя, организовывает, если надо, личностный рост, чтобы человек поставил себе мощные цели, двигался к ним, чтобы человек использовал весь свой потенциал, который у него есть. А поверьте, человек, он от природы, он изначально очень способный, и проявление вот этой энергии, творчества, очень помогает исцеляться. Конечно же, психолог очень сильно помогает сделать пересмотр вообще себя, своих ценностей, своей жизни, подвести какие-то итоги к каким-то этапам, понять, а что дальше, заглянуть вперед немножко, разрешить себе мечтать, желать, найти себя, свою любимую работу, создать семью, то есть во всех сферах своей жизни, чтобы человек был счастливый. И все это помогает делать психолог. И если у вас есть возможность, обязательно сходите к психологу, к хорошему психологу, и он поможет вам стать еще более целостными, еще более успешными, еще более гармоничными. Было время, особенно когда им визица, когда были трудные времена, у многих народов сложилось такое представление, что как будто страдать – это полезно, что через страдания душа наша становится сильнее, глубже, богаче. Может быть, в этом есть доли правды, но я вам хочу сказать, что страдать необязательно. Поэтому, если у вас есть какие-то страдания душевные, психосоматические, психические, работайте над собой, улучшайте, повышайте качество своей жизни, и у вас это обязательно получится. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались, и ждите новых видео, которые мы с удовольствием для вас снимем. Субтитры создавал DimaTorzok